Добрый вечер. Доброе утро у вас, да, Руслан? У нас доброе утро, да. У нас в Киеве. Добрый вечер. Сейчас будет садиться солнце. Мы сегодня, хочу представить вам, да, меня зовут Жанна Бота. Я оппозиционный журналист, политик. И я беженка из Казахстана, нахожусь сейчас в Киеве. Вот за мной Майдан Незалежности. В общем, меня язык до Киева довел. Со мной собеседник мой сегодня Руслан Лазута, тоже казахстанец. И его язык увел гораздо дальше. И мы сегодня хотим рассказать, как весело и успешно Руслан достиг самой демократичной точки земного шара. и попал в Соединенные Штаты Америки. Скажем так, мечта многих. И поэтому я считаю очень важным рассказать, каким образом люди из Казахстана добираются до Америки в наше время. И потом когда-нибудь мы еще запишем несколько эфиров, почему это произошло. И, возможно, будут вопросы, на которые с удовольствием, я думаю, Руслан ответит. Поэтому мы приступаем. Мы, как истинные дежурцы, делаем это на бегу, на ходу. То есть я где-то там шла в Киеве, остановилась. Руслан где-то там ехал и под пальмой в Майами завез. И мы сейчас будем все это подробно узнавать. Так, где вы находитесь, Руслан? Здравствуйте еще раз. Я сейчас, во-первых, здравствуйте, Жанна, рад вас видеть. Во-вторых, хочу поприветствовать всех казахстанцев. Всех люблю, всех обнимаю. И хочу сказать, что я сейчас нахожусь на территории Соединенных Штатов Америки, штат Флорида, город Майами. Сзади меня пальмы и океан, Атлантический океан. Это особенно бесит, Руслан. Это особенно сильно бесит нас тут в Киеве. А их там в Казахстане еще больше. Да, да, да. Совершенно верно. Наша задача рассказать, каким образом Руслан добрался до Америки и как он там устроился. Наша задача сегодня рассказать, что на самом деле побег из ставка возможен. Я точно знаю, что миллионы людей мечтают уехать из этого концлагеря огромного. И немногие решаются. И есть три стадии, насколько я понимаю. Решиться, подготовиться и сделать это. Поэтому вот Руслан, который все эти три стадии прошел, принял решение, подготовился и рванул. И приехал уже на место. Вот он сегодня нам расскажет, как это все происходило. Давайте начнем с главного. Как вы вообще решились? Что вас побудило? То есть, вот как вы вообще преодолели этот ужас, покинуть страну? Причем спешно, я так понимаю, да? Да, у меня, в общем-то, срочная эвакуация была. Как и в отношении многих правозащитников в Казахстане. В отношении меня возбудили уголовное дело по 274 статье. Это распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. И, в общем-то, мне грозил серьезный срок. Поэтому решение было принято оперативно. Сначала эвакуация в Киев. И после уже небольшого перерыва, что называется, передохнул, перевел дыхание, началась подготовка к эвакуации уже в США. Рустан, но у вас же это не заняло каких-то мучительных раздумий длинного периода? Вы как-то быстро решили это? Вы знаете, когда я смотрел картинки, фотографии правозащитника Аарона Атабека, меня это настолько шокировало. И я понимал, что меня ждет подобная участь. Поэтому решение было принято максимально оперативно. И эвакуация произошла довольно быстро. То есть вам страна не оставила выбора, как обычно? У меня, да. Никакого выбора у меня не оставалось, потому что я говорю, что буквально 2-3 дня я был бы просто арестован и замучен где-нибудь в застенках местного КНБ, не знаю, по полиции. Потому что, ну, я говорю, то, что там происходит, это вообще какой-то ужас тихий. Окей. А вот теперь вопрос давайте разберем самый главный. Что входит вот в этот период подготовки? Вот мы с вами как-то общались, и вы сказали, что к этому надо готовиться. Что сюда входит? Как вы лично готовились к этому? Значит, любой, в общем-то, любая эвакуация в страну, победившей демократии, я имею в виду США, естественно, конечно же, требует подготовки. В интернете огромное количество всякой информации о том, как истории люди рассказывают, как уезжают. На самом деле, ситуация меняется довольно быстро. Когда-то лучше, когда-то хуже, когда-то ужесточение, когда-то ослабление и так далее. Поэтому готовиться, конечно, надо основательно. И первые шаги, первые, самые первые шаги, это, конечно же, необходимо подготавливать историю вашего преследования. Историю, ну, подготавливать кейс. Многие, вы знаете, люди к этому настолько безалаберно относятся, что думают, а что такое кейс? Ну, ничего страшного. Главное сейчас на территорию США попасть. Если бы, ребята, все было бы так просто, ну, наверное, весь мир был бы уже, назывался бы США. На самом деле, все гораздо в этом смысле сложнее. Люди приезжают, да. Да, надо быть ответственным. Я как беженец могу подтвердить, что есть разный роль, да. Совершенно верно. И люди, даже попав на территорию США, через год благополучно их депортируют отсюда. Потому что люди не готовы. И многие едут, знаете, в надежде, что как-то, каким-то образом зацепятся здесь. Вот. Ничего подобного. Должна быть основательная подготовка. И, как я уже сказал, начинать все необходимо с кейса. То есть, история вашего преследования. В Казахстане, ну, очень большое количество людей, которые даже не подозревают, что их преследуют. И преследовали. И для того, чтобы писать вот эту историю, необходимо советоваться со специалистами. Кстати, мне огромное количество пишут в личку, как уехать и что для этого нужно. Вот поэтому был подготовлен чат. Он будет, как свалить, он будет в описании к ролику. Поэтому все заходите, пожалуйста, туда подписывайтесь. Там будет постоянно выкладываться информация полезная. Мы там будем общаться, и я буду, в общем-то, делиться информацией и помогать действительно людям, кто этого заслуживает, кто этого хочет, чтобы как можно быстрее сбежать из этой тюрьмы народов. Ну, я хочу тоже сразу подчеркнуть, да, чат называется «Как свалить». Правильно я услышала? Да, да, совершенно верно. А то у вас как-то так получилось. Смотрите, ну ладно, чат, и вот по поводу кейсов, это все понятно, да, а вот кейсов, ну, хорошо, по кейсам понятно, да, мне вот как беженце, конечно, особенно понятно, и я с вашим кейсом тоже видела, я работала, понимаю, да, ваше беспокойство. Ну, у вас есть реальная история беженства, и вот сейчас вот этот момент, который вы сказали, я хочу его подчеркнуть. Смотрите, наверное, не все поняли, зрители, очень важный момент, что люди, многие не догадываются, что их преследуют, то есть не догадываются, что нарушаются их права. Во многих вещах просто не видят нарушения своих прав, потому что привыкли в тюрьме, потому что, ну, вообще, как бы в тюрьме никаких прав нет. А то, где сегодня живут миллионы людей, Россия, там, Казахстан, Беларусь, это, естественно, тюрьма, не говоря уже про наши среднеазиатские республики, безусловно, это все тюрьма. И по-другому называть эти страны нельзя. Да, и поэтому, конечно, нарушение прав человека, прав вот ваших конституционных прав, оно повсеместное, и действительно надо советоваться со специалистами. И я так понимаю, у Руслана такие специалисты есть. Я-то консультировала Руслана как коллега, как беженец, а я так понимаю, вы там поэтому и чат заводите, что у вас все это вот организовано, да? Да, конечно. Ну вот, и давайте тогда вот такой вот вопрос. Как я понимаю, что самым интересным остается маршрут. Как уехать фактически, да, то есть достигнуть этой цели? Совершенно верно. Значит, именно с этого этапа начинается, ну, так скажем, отсев потенциальных мигрантов, потому что мексиканцы тоже, в общем-то, не дураки, они видят наплыв какой идет. А подождите, подождите, Руслан, то есть вы давайте с самого начала, то есть вы уже про Мексику. Давайте расскажем, почему через Мексику. Вот, как раз да, я и хочу сейчас к этому подвожу. Вот, к сожалению, как казахстанцам, гражданам Казахстана очень сложно попасть на территорию США. Тем более в условиях нынешнего положения, в условиях вот этой пандемии, вот этого ковида, получить туристические путевки B1, B2, ну, просто нереально. Ученические путевки, ученические визы нереально получить. Сейчас более-менее реально получить визу, это как лицо, выдающееся в той или иной области. И здесь я уже познакомился с казахстанцами, кто получил гринку именно по такой визе. И переход на территорию США со стороны Мексики. Ну, так как подавляющее большинство граждан у нас все-таки не являются лучшими там в той или иной области, поэтому остается только сейчас переход через Мексику. И вот, вот этот самый сложный, вернее, один из самых сложных этапов начинается как раз с получения визы в Мексику. Для казахстанцев, к сожалению, нужна виза в Мексику. Ее можно получить либо в России, либо в Турции. Для того, чтобы получить эту визу, надо собрать определенные документы. И мы не будем сейчас углубляться в какие именно документы, потому что это растянется до бесконечности эфир. Я сейчас, что называется, говорю так, скелет, как это все должно выглядеть. Для граждан России, для граждан Украины и Турции виза в США, виза в Мексику не нужна. Достаточно электронного разрешения, которое оформляется прямо на сайте Мексики, ну, той или иной страны. И вот, вот этот этап отсечения потенциальных мигрантов начинается уже на уровне посольства Мексики в Турции, либо в Москве. Потому что мексиканцы понимают, что, что вы претесь за 3-9 земель, если вы там убого одеты, если вы хмурые, то понятно, что вы едете не отдыхать, а с какими-то миграционными целями. Поэтому тут целая технология, о которой я буду вам рассказывать, но не в этом эфире, а в чате, в телеграм-канале, я буду все эти подробности рассказывать. Так вот, удалось вам получить визу, после этого вы покупаете билет на Канкун. Путей несколько, либо через Франкфурт, либо через, прошу прощения, Амстердам, Париж или Стамбул. Европейские страны, к сожалению, довольно часто отменяют рейсы и билеты ваши сгорают. Никто вам компенсировать ничего не собирается. Поэтому более-менее лояльная страна остается Турция. И именно Turkish Airlines вы покупаете с пересадкой в Стамбуле. Прилетев в Канкун, вот все нормально, вы пролетели 17 часов лета. Это тоже довольно серьезное испытание, особенно для тех, у кого маленькие детишки. Огромным аэробусом вы прилетаете в Канкун. Там начинается второй этап отсечения людей. Как правило, отсекают граждан среднеазиатских республик, даже если они получили гражданство Российской Федерации. Все эти нюансы, как этого всего избежать, я все это буду рассказывать, показывать, что называется, в чате. Но разворачивают прям, ну, рейс, допустим, человек 300-320, 40-50 человек разворачивают и даже не пускают на территорию. Как правило, я еще раз говорю, что это касается граждан среднеазиатских республик. Кстати, Казахстан не входит в этот список. На сайте посольства Мексики опубликован перечень тех граждан, которым могут запретить въезд. Это я понимаю, потому что здесь вот в Украине тоже есть свой миграционный список, и Казахстан в этот список не входит. Но, к сожалению, страны такие, как Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, они в этом списке находятся, они считаются миграционно опасными странами. Совершенно верно, совершенно верно. Видимо, такая история в Мексике. Мексика, да, пошла дальше, там включен Армения, Грузия, Молдова. Да, поэтому тут я говорю, есть очень масса нюансов, которые, если вы не предусмотрите, конечно, будет крайне обидно вернуться обратно в Стамбул. Далее, после того, как вы удачно прошли этот этап, вам необходимо, конечно же, лететь в следующий город. Это Тихуана. Это как раз тот самый город, который граничит с территорией США, с городом Сан-Диего. И где, в общем-то, как любой портовый город, он портовый город, как любой город, граничащий с другой страной, ну, туда съезжаются люди со всего мира, всех мастей. И это, откровенно говоря, такой, ну, совсем не туристический город. Поэтому, когда вы прилетаете... А? А какой? Сейчас я дойду до ответа. Поэтому, когда вы прилетаете в Тихуану, вас ожидает третий этап. Также миграционные службы, миграцион, которые уже и на этом этапе начинают выдергивать и вот прилетают. Они сразу же видят бледнолицые физиономии, они выкупают американцев сразу же и видят, когда бледнолицые физиономии, всякие украинцы, россияне, белорусы. Ну, кстати, хочу сказать, что для американцев, так же, как и для мексиканцев, все граждане бывшей СССР, они все русские. Так что национал-патриоты, пожалуйста, не плюйтесь, вы все равно для них русские. И не выпендривайтесь, вы все русские. Да. Значит, там тоже идет отсев. Ну и, соответственно, город Тихуана. Надо не забывать, что Мексика это все-таки транзитная страна, через которую идет огромный поток наркотиков. И Тихуанский картель, это один из самых серьезных и мощных картелей. Сейчас там заправляет, ну, целая семья, больше половины семьи уже по тюрьмам сидит. Но сейчас заправляет женщина там, рулит. Поэтому это такой огромный город. Несколько миллионов жителей. Убогие, убогие строения. В общем, депрессивный абсолютно город. Там ездят полицейские и военные исключительно вот с этими огромными автомашинами, пикапами, снаряженные с пулеметами и так далее. Нередки случаи грабежей, краж, воровства, ну и всего-всего. Есть определенные районы, куда даже полиция не заезжает. Поэтому там... Самый странный город для путешественников, да? Самый странный. Да, да, да. Да, и мексиканцы, мексиканцы, вот меграсьон всегда спрашивают, а какого черта вы летите в Тихуану? Ну, абсолютно не курортный город. Вот я не буду, опять же, говорить некоторые детали, эфир не по этому поводу. Вот, как вот эти все моменты избежать. Соответственно, после того, как вы уже туда поприехали, пешеходный переход закрыт. То есть между Мексикой и США есть пешеходный переход, через который тысячами в свое время шли. Но в связи с ковидом пешеходный переход закрыт. Поэтому только открыт автомобильный переход – это Сан-Исидро, Атай-Меса и соседний городок Мехикали. Это три прохода, через которые вы можете попасть на территорию США. Но там начинается четвертый этап отсева. Вы должны понимать, что через Мексику пытаются пройти десятки, сотни тысяч людей, не только с СНГ, но и стран Латинской Америки, Африки, Индии, Китая. Ну, то есть это, знаете, такой Вавилон сейчас Тихуана. Самый большой переход на 32 полосы находится в Сан-Исидро. Собственно, через переход, который я прошел. Когда вы подъезжаете вот к этим полосам, стоят мексиканские полицейские, которые опытным взглядом, опять же, определяют, кто в какой машине едет. И выдергивают из потока автомобили, которые разворачивают и которые, собственно, с ними там делают другие процессуальные действия. После этого, когда вы заходите на полосу, там уже работают CBP. Это служба, ну, пограничники, грубо говоря, американские, которые также уже вычисляют потенциальных мигрантов. И их задача не пустить потенциальных мигрантов на территорию США. Что такое граница между территорией, между США и Мексики? Она не такая, как мы привыкли видеть. Будки, колючая проволока и прочее, прочее. Помимо вот этой большой стены, понятное дело, мы сейчас говорим именно о автомобильном переходе. Это просто желтая широкая полоса, лежачие полицейские, грубо говоря, с пупырышками такими. И вот если вы пересекли вот эту заветную черту, вы находитесь на территории США. Но полицейские, они же тоже там, вернее, пограничники, они же тоже такие ушлые. За каждый проход мигрантов Мексика платит штраф США. Это так, чтобы было понимание, что там, в общем-то, рьяно за это борется, чтобы никто не прошел. А американцы жути нагоняют и предлагают. Они очень вежливо, когда пересекли границу, вот эту желтую полосу, они предлагают вернуться на назад. Вернитесь на назад. И люди, если не подготовленные, они берут, разворачивают и сами по своей глупости возвращаются опять на территорию Мексики. Светлана, смотрите, правильно я понимаю, что вот когда человек едет по этой полосе, да, его останавливать, собственно, просто так не будут. Вот они все движутся, движутся на этих машинах. И просто так их не останавливают, только если подозрительный человек. А машин очень много, да. Поэтому вариант, что скачать есть, да. Да, именно поэтому, когда я въезжал на территорию Мексики, я изображал из себя радостного туриста. А въезжая на территорию Мексики, я изображал из себя американца, прожженного такого, который всю жизнь там попрожил. И для него пересекать границу, как с добрым утром, он тысячи и тысячи раз пересекал эту границу. Очень много не нюансов. Поэтому опытные пограничники и миграцион мексиканский, они обращают, естественно, на внешнюю атрибутику. Это прежде всего. Ну и, конечно же, у каждого они требуют показать ID, то есть водительское удостоверение. И тут, конечно, народ на что гораст. То, на что гораст. И показывают водительское казахстанские, и российские, белорусские. Показывают московскую страховку. Именно московскую страховку. Она тоже в виде пластиковой карточки, там с фотографией. Она очень похожа на права американские, именно калифорнийские. Кто-то пытается сделать, просто распечатать калифорнийские права, свою фотографию воткнуть. Но это все чревато, естественно, потому что как только вы пересечете границу, вы уже занимаетесь подделкой документов. И могут быть просто проблемы. Вас возьмут, просто депортируют, и все дело. И все ваши приключения заканчиваются. Поэтому, ну, люди, я говорю, на что, только на что, только они не гораздо. Все пока. Грузинские права очень похожи на американские. Поэтому многие ищут грузин, именно грузин, чтобы у кого есть грузинские права. Ну, в общем, тут уже у кого какая смекалка. Кто-то пробивается. Ну, допустим, вот я говорю про Сан-Исидра. Есть и там, если вас до желтой полосы выдернули, вас разворачивает, тут же перекрывается дорога. То есть весь поток останавливается, освобождается место, вас, вашу машину разворачивают на пустую полосу. Там не все 32 полосы работают сейчас. Полос, ну, я так думаю, что не больше 20, 15-20 полос. Поэтому на свободную разворачивают и отправляют на назад. В конце этой полосы стоят уже мексиканские полицейские, которые принимают вас. Машина конфисковывается, вас в мексиканский детеншн. Если вы одиночка, а мексиканский детеншн. Если вы семейные, именно с детьми, вас, конечно, выпустят. Ну, в мексиканской тюрьме тоже вы недолго можете посидеть. Ну, в общем-то, о грустном не будем. Будем о хорошем. Да. До детеншн все равно вы не добрались, я так понимаю, до этого. Я, именно поэтому, я очень легко прошел. То есть, при всей внешности, внешней легкости прохода, я, конечно же, очень серьезно готовился к этому. Это все, я продумывал все детали. Более того, я с собой протащил семью с Украины, с Киева, ребят, семейную пару, которая, в общем-то, сейчас благополучна здесь. Да, вот. Продумывался, как каждый, в общем-то, элемент, каждая, ну, даже вот мелочь, мелочь, как должен выглядеть американец. Ну, я говорю, это долгий такой разговор, но мы не будем о деталях. Это вы все в чате будете с вами обсуждать. Я имею в виду, что надо запомнить одно главное правило. Советские люди чрезвычайно угрюмые. И вот эта устрашающая серьезность выкупает сразу советских людей. Ну, вы, Руслан, известны как раз своим жизнерадостным характером. Да, да, да. Поэтому у вас как-то это, наверное, легко получилось. Я все время улыбался. Я все время улыбался. Я говорю, я даже очки не надевал свои борзы вот эти круглые, потому что это тоже элемент деталей. Но я не хотел, я хотел, чтобы видели мои глаза. И я старался, конечно, ими не бегать, смотреть. Хотя боковым периферийным зрением я все-таки бдил и смотрел, как американцы едят. И как я, да. Это все сыграло свою, безусловно, свою роль. Даже вот это как права, где держать надо, когда ты проезжаешь. Я видел, как американцы это делают. Поэтому все это имеет значение. Давайте тогда двинемся дальше. У нас тут темнеет в Киеве. И это будем, ну, как бы, следующий этап проговаривать, пока совсем не стремнело. После того, как вы уже переехали этого заветного, лежачего полицейского и оказались на той самой заветной стороне, что дальше происходит? Значит, когда я подъехал уже к будке, стоит молодой офицер, американец, весь в такое обвешанное оружием. Я подаю паспорт. Он сначала смотрит на паспорт, потом на меня. Берет паспорт очень аккуратно. И тут я говорю, ну, ту самую заветную фразу, что вы нет политикал асайлум. Он в салон посмотрел и говорит, все, ну, на английском, не беспокойтесь, вы находитесь в безопасности, вы находитесь на территории США. Окей, все, вызвал по рации, пришли еще несколько офицеров. То есть на каждого человека по одному офицеру приходят. Нас попросили заглушить машину, взяли, в общем-то, паспорта. Конечно, в итоге, пока небольшая процедура эта прошла, нас сопроводили, обыскали машину, вещи мы вытащили, оформили нас документально. Потом в бордер нас спустили, это большой такой, ну, типа КПЗ местный. Но он как офис, то есть это большой такой офис. Национный очень похож, как казахстанский наши. Там оформление длилось еще около шести часов, после чего нас по камерам отправили по камерам. Мы переночевали. Я, как по старшинству, мне шикарные нары выделили, потому что нас было восемь человек в камере. Все на полу улеглись, один я самый возрастной, поэтому мне нары выдали. Я переночевал, рано утром в девять часов за нами пришли. Нас вытащили, вручили документы, посадили в автобус, то есть уже в Сан-Диего, посадили в автобус и отправили в гостиницу, где мы пробыли два дня. Нас взяли сразу же в этот же день ПЦР, вот этот тест, чтобы на ковид. И если все нормально, я через два дня у меня все нормально, показали по ПЦР. Я сказал, что я не хочу уже здесь находиться, я хочу ехать к своим друзьям. И они говорят, окей, вы полетите за свой счет, за наш счет. Я говорю, я полечу за свой счет, потому что там есть нюансы, не буду тоже останавливаться, почему я не стал пользоваться их услугами. И я взял билеты в Техас и полетел к своему теперь уже другу, который меня приютил на период вот этот. И, в общем-то, дал первый толчок к моей, в общем-то, американской жизни. Ну, вот, насколько я понимаю, сейчас вы уже в очень короткие сроки получили определенные документы и устроились уже как бы на более длительный период. Расскажите, что там у вас получилось. Ну, смотрите, я за вот этот период, чуть больше месяца прошло, я сделал путь, который здесь многие делают за несколько месяцев. Ну, у меня очень мощная мотивация, меня абсолютно не беспокоит и, так скажем, не огорчает то, что меня предали друзья, то, что у меня отжали имущество. У меня есть цель, к которой я, собственно, иду, и это, в общем-то, меня мотивирует для того, чтобы карабкаться наверх. Поэтому я получил водительские права. Я не могу, так скажем, у меня нет разрешения на работу официального. Ну, я так понимаю, что раз уж вы из Техаса уже оказались в Майами, там тоже у вас есть какая-то поддержка, и вы можете там тоже оставаться. Да, значит, в отличие, скажем, от семейных, я хотел бы на этом немножко деталей остановиться. Если вы семейный и у вас есть дети несовершеннолетние, главе семьи надевают браслет, и он обязан ехать исключительно к поручителю. Я же, как одиночка, полен ехать куда хочу, при том, что у меня поручитель в Нью-Йорке, это, кстати, тоже наш казахстанский, наш бывший соотечественник, которого также кинул начальник департамента, тогда он был начальником департамента Павлодарской области. Вот, друга своего детства вот так вот сказал, давай, говорит, сделаем бизнес в Казахстане. Ну, тот на наивный приехал делать бизнес, да еще с ментом, с полицейским, прошу прощения. Ну, вот и сделал. Все, все, все отобрали, поэтому никаких бизнесов не должно быть. Вот, то есть он выступил моим поручителем, и мой кейс будет рассматриваться в Нью-Йорке. И еще раз хотел бы остановиться вот на кейсе, мы к нему опять вернулись. Кейс «История преследования» — это основной документ, который вам необходим будет при вашего рассмотрения в миграционном суде. Он должен быть безупречный. Нельзя полагаться на то, что, да, меня преследовали, но если он у вас безграмотно состален, и просто это набор каких-то фактов, набор каких-то доказательств, люди пролетают с такими кейсами. Ну, вот я с твоей стороны хочу сказать, поскольку я с вашим кейсом работала, да, у Руслана была особенность, сегодня уже мы можем об этом говорить. Поскольку Украина является третьей как бы безопасной страной, ему вот закономерно будут задавать вопрос, почему вы не остались в Украине. Если бы из Казахстана он напрямую летел сразу в Америку, все нормально, но поскольку он все-таки был в Украине более там несколько месяцев, четыре месяца, это уже считается третья безопасная страна. И вот в чем состояла моя поддержка, я как человек, проживающий в Украине более четырех лет, я на своем опыте, к сожалению, негативном, полностью этот кейс поддержала своими свидетельствами и показаниями, что Украина не является безопасной страной для казахстанцев. Я сейчас об этом хочу всех наших друзей предупредить. Во-первых, потому что статусы здесь не дают, а во-вторых, потому что казахстанцев здесь преследуют спецслужбы. И в моем случае это ярко было выражено, меня дважды пытались похитить и организовывали всевозможные нападения на меня. И в случае Руслана то же самое, даже здесь, на территории Украины, его преследовали и его жизнь была в опасности. И мы на это все зафиксировали и в этот кейс грамотно внесли, и я так понимаю, адвокат, который вас сопровождает в Соединенных Штатах, он эту историю одобрил. И считать, что эта история убедительная. Поэтому я тоже для многих говорю, что да, действительно, надо заниматься кейсами. Я сама, как убеженец, могу это подтвердить. Совершенно верно. Поэтому я и хотел бы и вам в прямом эфире или в записи у нас выйдет ролик поблагодарить вас, вашу команду. Потому что это действительно очень сильный кейс был подготовлен. Потому что я бы, допустим, не смог бы так изложить и подготовить те факты. Помимо того, что преследование, тут очень много нюансов есть по этим кейсам. И что еще немаловажно, надо понимать, что вы, когда с кейсом приезжаете уже хорошим, хорошим, добротным кейсом в США, вы не будете платить американскому адвокату за вот этот кейс. Потому что американские адвокаты берут, ну, вы же понимаете, американские расценки и, я не знаю, условно, казахстанские, украинские, российские. Поэтому кейс необходимо готовить до того, как вы приехали в США. Готовьте его. Именно, я говорю, все в ссылочке будет чат, где все можно обсуждать. Я буду рекомендовать, кому, куда, что обратиться. Поэтому, ребята, кейсы готовьте. Не устаю никому вот это вот, когда ко мне обращаются повторять. Главное, делайте кейсы. Потому что, находясь на территории США, вы будете ограничены в своих возможностях собирать доказательную базу. Ну, это одно, и потом сразу начинаются же переговоры. Вот я, например, здесь в Украине тоже немедленно мне начали задавать вопросы. И ты должен понимать, как на них отвечать. Я бежала очень растерянно, и я бежала без кейса. Но поскольку мне до сих пор статус не дали, я уже за пять лет свой кейс отшлифовала. То есть там уже много чего лежит. Совершенно верно. Поэтому все, готовьтесь. Нет ничего нереального. Если вы мотивированы, если вы мечтаете и делаете шаги в этом направлении, все получится. Абсолютно все получится. Давайте я скажу такой еще вопрос, чтобы людям было понятно. Вот вы уже там. Вы считаете, что вы правильно поступили? Есть ли у вас хоть капля сомнений? То есть вот что в результате получили? Расскажите свои впечатления. Ой, ну меня эмоции до сих пор еще переполняют. Я безумно счастлив. Вот реально безумно счастлив, что я нахожусь в этой стране. Потому что я не могу, при всех недостатках, которые я сейчас уже даже вижу в США, они настолько ничтожны, кажутся, что говорить, в общем-то, они не приходятся. Страна, которая дала тебе убежище, ну как ее можно не любить? Ну и более того, США это комфортная страна. Она сделана для людей. Вот. Поэтому это страна возможностей. И человек, который сюда приедет с мозгами, головой, с мозгами, руками, здесь полностью реализует все свои, в том числе, финансовые, да, по потребности, материальные какие-то потребности. Ну это об этом даже вот говорить про еду, одежду, ну просто смешно, потому что они на копейки здесь стоят. Это правда. Поэтому я очень рад очутиться вот в этой свободной стране, где я могу что угодно говорить, о чем угодно говорить, размышлять, мысли вслух. Это потребность человека с рождения. И я здесь вот свободно, спокойно об этом вот рассуждаю. И здесь все, ну так вот относятся. И, кстати, здесь всем глубоко на наплевать, кем ты был в прошлой жизни. Вот абсолютно на наплевать. И как я ее не могу не любить? Конечно же, я вот в США вот сейчас я люблю все больше и больше. Вот извиняюсь за пафос. Ну вы, да, вы такой вот прям живой, такой улыбчивый, у вас такой жизнерадостный характер. Да. И вы меня бесите, Руслан, я еще разговариваю. А вы меня своими пальмами страшно раздражаете. Да, да, да. Когда я слышу, что у вас там пляж 200 метров рядом, и вы пошли купаться, это, конечно, совсем раздражает. Акеан, более того, он не перегорожен шлагбаумами и какими-то молодыми людьми в спортивке, которые ходят там, собирают деньги. Ну, все свободно. И на одном пляже может миллиардер быть и бездомный абсолютно. Поэтому пойду купаться сейчас. Вот бесит человек, ага. Спасибо большое, Руслан. Я думаю, что мы еще, видимо, будем встречаться. Обязательно. Наверное, появятся еще вопросы у наших слушателей. Я вот тут в полной темноте уже у нас с вами по времени. Извиняюсь, конечно, перед зрителями, что вот в таких условиях, ну, пришлось вот нам сегодня по-спартански. У Руслана... У нас экспромт там все, да. У меня, и мы сделали такой экспромт. Здесь я из Киева, Руслан из Майами. Ну, давайте, до новых встреч. Все, Жанна, все. Рад был с вами поговорить. Всем зрителям большой привет. Главное, стремитесь. Не лежите на диване, не мечтайте. Если есть мечта, делайте, ну, путь длиной в тысячу миль, он начинается с маленького шажочка. Вперед, вперед, и все вы реализуете. Бросайте, нечего вам терять, горбатиться, как рабы какие-то на галерах кого-то обслуживать. Вот. Не надо, езжайте, жизнь здесь коротка, чтобы ее тратить на каких-то мерзавцев, которые вас еще к тому же прессуют, угнетают, в тюрьмы сажают. Бегите из этой страны. Да. Так что, всех обнимаю, всех люблю. Пишите. Пишите, а мы с Русланом в свободных странах пошли отдыхать. Да, да. Все, Жанна, радовался вас увидеть. Все, не теряемся, мы на связи. Все, всем пока. Удачи, берегите себя. Продолжение следует... Продолжение следует...